Скажем славу нашему Господу! God is good! Да, Бог хорош. Хорош Он для кого? Для тех, которые исполняют волю Божию, живут Его по воле Божией. Но Слово Божие также напоминает в последней книге Откровения, там написано, «Сеграду скоро и возмездие мое со мною». Так чтобы для нас Господь всегда был хорош, Он и есть хорош, Он и есть любовь, то мы должны быть подготовлены для этого. Да благословит нас Господь! Да благословит Господь! Как мы жили в жизни, как мы поступали, что мы делали, чтобы действительно Бог был хорош для тебя и для меня. Чтобы мы, второй брат говорит, не обманывайтесь! Не обманывайтесь! Что посеет человек, то что? И пожнет! Поэтому все на своем месте. Хочется вернуться опять к этой теме, которой брат Володя говорил. Галатам 6-7. Он много сказал, подготавливает нас уже к празднику жатвы. Там написано такое место, не обманывайтесь! Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Надо нам помнить, то, что человек делает, что он поступает, он будет пожинать. Бог хорош, да, хорош. Бог любит? Да, любит. И у Бога всегда есть выход, кстати. Если человек что-то делал, он может прийти к Богу, и Бог ему может простить. Слава Ему! Немножко просуждаем, будем молиться. Как-то к греху возвращаться. Сейчас уже тема. Мы к проповеду Христа распятого. Ну вот, Слово Божье, я говорю, числа, 32 глава, 23 стих. Там как раз озвучено с той проповедью, что посеет человек, то и пожнет. Число, 32 глава, 23 стих. Число, 32, 23. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Человек делает что-то, помнит человек, ты и говорящий тоже, который стоит перед вами, то настигнет вас. Словами сказать, Израиль, грех твой найдет тебя. Не может быть так, что пройдет, а бы как, проскочу, что-то, знаете, меня не коснется. Коснется. Потому что человек, что посеял, то и пожинает. Здесь говорится, что Бог через Моисея сынам Рувимовым и Гада, Он говорит о поселении на земле определенной. Если вы это не сделаете, то согрешите пред Господом. В этом месте написано. И испытайте наказание за грех, которое постигнет вас. Оно вас найдет. Не останется только, чтобы безнаказанно. Если совершил человек грех, не было так, что человек сделал грех и не довелось за это заплатить. Такого нет. Такого нет. Не сразу, но чуть погодя, но это исполнится. Так исполнится. И некоторые люди себя утешают, думают, а нет, проскочу, что это будет. Например, в Матфе 13 глава там написана притча такая, что царство небесное подобно неводу. Много рыб собрано, вытащили на берег, все хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. И изойдут ангелы, они будут определять. Они отделят злых из среды праведных. И там уже не подкупишь, там не упросишь, не разжалобишь, как ты поступал, так и будет в жизни. И вот грех найдет тебя, Израиль, человек, или можно сказать, человек, грех тебя найдет. И хочется сейчас, может быть, коротко, несколько путей, на которых грех находит человека. Несколько путей, по которым грех находит человека, который совершил это. Первый путь, первый путь, это он найдет тебя, найдет человека в его теле. Найдет в его теле. Сделал грех человек, например, против государства, против Бога, сделал грех, и тело болит. Например, буквально недавно сестра говорила, Нюрса работает, здесь больного привезли из тюрьмы. Наш славянин, 24 года, ему дали пожизненно в тюрьме сидеть. Ему операцию на колени сделали, вывезли такой вот цивильный здесь госпиталь, ему перевязки делать. Сестра делала, говорит, я в него порасспрашивал, наш человек, Андрей зовут. Он выпил, напился, ехал на машине и убил там одного, может, или двоих, не знаю. И посадили его на пожизненно. Сделал грех, сделал плохо перед государством, перед Богом. Наручники одели, кандалы одели и посадили. Тело страдает, тело болит. Я сделал плохо и меня уже, я чувствую, чувствую плохо. И, говорит, я насмотрел на него, жалко, он еще не женат, жизнь впереди вся бы могла быть хорошо. А так будешь в теле своем, ощущать до конца жизни своей. Будет ли помилование, когда, я не знаю. Сделал грех, в теле ты получаешь это. Вот смотрите, там ему перевязки делают и дежурят полицейские всегда. Полицейские дежурят на днем и ночью, потому что этот, пока здесь находится с перевязками, сейчас заживет его рана на колене, его в тюрьму опять отвезут и будет там находиться. Вот. И наша сестра на перевязки ему делала. тело болит. Смотрите, наркотики. Немножко хорошо человеку, да, может быть, он думает, что хорошо, а потом ломка, бездозы, боль, страдания, переживания, тело болит. Ты сделал грех, тело болит. Она нашла, грех нашел в тебя, в твоем теле, человек. Нашла. Например, раздражительность. Вот грех такой, как раздражительность. Я не могу себя успокоить, я раздражаюсь, я кричу. И раздражительность, она расстраивает кровообращение, например, пищеварение, нервы нарушаются, человек страдает, сон проходит, куда-то исчезает, боль, голова, мозги, как говорят, они говорят, у меня уже не так работают. А, конечно, что такое раздражительность? Может ли оно отразиться? Без сомнения, оно отражается так. Так отражается. Поэтому очень много можно говорить недостаток времени. Грех наш, человека, находит нас в нашем теле. Потому перед хлебопроломлением, мы читаем 1 Коринфянам, 11 глава, там написано, оттого многие, если мы не растуждаемся, человек приходит на хлебопроломление, а у него не все чисто в жизни, оттого многие из вас больны и немало умирают. Грех находит человека в плоти, в теле. Второе. Грех найдет человека, найдет в своей душе и в твоей совести. Вы не обращайте внимания, что я говорю, найдет в твоей, я включаю и себя тоже. На всех. В вашей или в нашей. В нашей душе и совести. Если человек совершил грех, он будет за это нести. Он будет это нести. Человек, говорил, там в Афганистане воевал. Говорит, было, что делал, война была, пришел, уже мирная жизнь, чай пью, и в чай эти лица, этих людей. Говорит, меня совесть говорит, мне, я убивал людей там. Он не может успокоиться. Душа болит, и совесть его болит. Грех совершен, и там далеко, может, за несколько тысяч километров. А совесть его мучает. Грех мучает душу и совесть. Не могу спать. Мучает. Душа, может, душа неспокойна. Душа неспокойна. Было совершено. Я вспоминаю, одна бабушка, 92 года, она на исповедание пришла, ну, не в этой церкви, где-то лет 60 назад, может, больше, она была молодая, был совершен грех. И она уже так и с Вокером, немножко уже зрение у нее подслеповатое, и она решила исповедаться. Она исповедовалась, она была 92 года, 60 лет молчала, исповедалась, и сказала, что было совершено. Вот, ну, обратно, молитва была совершена. Но то, что пришла для исповедания, хорошо, потому что развязано это. Но терпит Богом, как Господь будет решать этот вопрос. Но почему 60 лет ты молчала? Вот этот грех, он тебя мучил, совесть, она говорит, нет покоя. Вот эти все годы. А могла быть счастлива, а то были пасмурные, несчастливые годы. Эти жила-жила, мучилась. Мучилась в душе своей совести, потому что совершено было не то, что нужно. Итак, Слово Божье говорит, кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Есть средства, у Бога всегда есть выход. Если что-то нарушено, приходим к Господу, и Господь очищает нашу совесть и душу, и свобода приходит, слава Богу. Грех находит человека или в теле, или находит в душе, в совести. В совести находит. И душа мучается. Она помнит это. Третье. Третье. Это находит, найдет тебя, человек, грех в твоих детях. Это самое тяжелое, наверное, когда человек видит. Мы в пятницу рассуждали, молитва за больных была. В девятой главе Марка написано, там человек привел сына своего. Он был одержим духом немым. И там он рассказывает, говорит, что... Ну, помните, когда, говорит, если сколько можешь веровать в веру? Он говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. И они измучились. Он говорит, когда это было? Началось. Он говорит, с детства началось. Это происходит... Ну, там не написано, за чей грех. За отца было ли, за кого-то, за дедушку. Но ребенок родился маленький. И пожинают люди. Грех находит нас в наших детях. В наших детях. Однажды батюшке в православный храм пришел человек, и ребенка так привел, и принес в руках. И тоже у него эпилепсия. Он начинает его трясти. И он пришел батюшку, помоги, я измучился. А батюшка сразу ему говорит так, ты воровал? Он говорит, да, уже. Куда деваться? Ты чужое брал? Он говорит, брал, брал. Вот теперь смотри. Смотри, что ты натворил в своей жизни. Это может быть резко. Может быть, так, знаете, грубо сказано. Но иногда так происходит. Посмотрите, дети Неймана, Геезии. Дети Геезии. Написано 4 книга Царств, 5 глава, 27 стих. 4 Царств, 5-27. И когда Геезий пришел, спрашивают у него, пророк, куда ты ходил? Никуда не ходил. А он взял там. Он взял то, что обманул. И смотрите, что понес не только он, но и дети его. Пусть же вот это проказано будет на тебе и на потопстве твоему. О, Господи, сохрани. Боже, сохрани, чтобы не хочется смотреть, как дети несут на себе вот эти грехи родителей. Не хочется пожинать. И брат Владимир хорошо сказал, что-то родители делают, и в детях пожинают. Узнаем мы в детях своих вот эти вещи. Хорошо, если там просто так, что-то маленькое, а бывает очень серьезное и тяжелое. Что посеет человек, то и пожнет. Если не в теле своем, то если не в душе своей или совести, то в детях. И не хочется этого. Этого не хочется. Не хочется сегодня говорить о больших грехах. Там грех при любодеянии. И дальше, друзья, большое собрание. Я понимаю, кто из много присутствующих. Много таких вещей, что папа пошел, куда-то муж делал вещи, и потом подходит, проходит время, на детях отражается. О, сохрани Божия. Сохрани, чтобы этого не было. Грех, сделанный родителями, приходит через детей. А пожинать никак не хочется. Друзья мои, друзья мои, грех твой, Израиль, найдет тебя. Ты не уйдешь от него. God is good. Я понимаю, Бог очень хороший. И Он любвеобильный. Но возмездие мое, говорит тоже Бог, со мною, дабы воздать каждому по делам Его. Сегодня проверяем себя каждый. Как в нашей жизни? Что я делал? Как я делаю? Потому что это очень, не делай грех, он слишком дорого оплачивается. Он очень дорого оплачивается в жизни. Он очень дорого оплачивается в нашей жизни. И еще. Найдет тебя в вечности. Грех твой найдет тебя в вечности. Ты никуда не денешься. И я вместе с вами. И я вместе с вами. Ефесянам написано, второе, Ефесянам 1 глава 6-9. Вот, сейчас я посмотрю. Фессалоникийцам. Не Ефесянам, Фессалоникийцам. Первая глава, первое, второе, Фессалоникийцам, первая глава 6-9. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с вами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающим отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которое подвергнуется наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы и могущества Его». Его вечная вечности человека настигнет греха его. Человеку тяжело уйти от этого греха. Оно его найдет. Оно догонит тебя. Сыны, мы можем сказать, почему проповедь к нам сегодня это? Мы люди избранные. Мы верующие давно. Мы избранные Богом. Да, израильский народ тоже был избранный Богом. Но Слово Божие говорит как раз вот сыновьям, «Руви май гада». Вы смотрите, если вы так поступите, грех, который вы совершите, он настигнет вас. То есть сегодня надо проверить себя, чтобы в вечности, если мы избежали по первому, теле не нашли, вроде бы так прошло, душа и совесть наша не отразила, дети с вами хорошо, то в вечности нам никуда не уйти. Если совершен грех, он нас будет преследовать. И здесь написано, и будет стоять в будущем человек, покрытый бесчестием и вечным позором. И вечным позором. Так или иначе, твой грех найдет тебя. Или в твоем теле, как мы говорили, во втором или в третьем. Но так человек не останется, потому что он посеял что и пожнет. Да сохранит нас Господь, друзья. Можно больше говорить, очень много примеров. Я вспомнил, одна женщина на Брянщине во время войны, и она пулеметчицей была, она перешла на сторону карателей. Молодая девушка, расстрелила партизан и мирных жителей. И люди смотрели на нее, многие запомнили ее, она молодая довольно-таки была. И когда немцы отходили, она с ними ушла до Германии. И там скрыться хотела. Она устроилась в санчасть, помогала раненым и вышла замуж за офицера русского. И взяла его фамилию, поменяла внешность. И после войны вернулась. И поехала совсем далеко от Брянщины, вот это наша родина. И мы это место знаем, где это происходило. А люди помнили. И она уехала совсем в другую область жить. И прошло 20 лет. Она замужем, никто не знает об этом. Дети уже выросли в нее. И однажды она в ларьке в каком-то маленьком магазине продавала. И женщина пришла и узнала ее с Брянщиной оттуда, с тех мест. Она уже все поменяла в себе. И она увидела в ее повадках, в ее поведении что-то. И она пошла, сообщила. Еще призвали несколько свидетелей и обнаружили, что это она. Прошло много лет. Она думала, забыто. Она думала, все покрыто. И ей дали очень много и высшую меру наказания за то, что она делала. Она думала, скрыться. Она думала, убежать. Она думала, что время сотрет это все. Оно не скрылось. Сегодня для тебя, для меня есть решение у Господа. Слово Божие говорит Матфея 11, глава 28 стих. Матфея 11, 28. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Сегодня Господь призывает вас и меня так же. Если у кого-то есть неспокойное на душе, если совесть кого-то осуждает, если он на душе что-то тревожит, Господь говорит, придите ко мне, я дам покой. В нашей церкви очень хорошо поставлено учение об исповедании. Слава Господу! Слава Богу! И многие приходят на исповедание, там, ну не надо ждать пятницы, не нужно ждать, когда перед хлебопроломлением. Если что-то есть на сердце, надо сказать, прости Господи, что-то исповедать, поправить жизни, чтобы оно не достало нас, не нашло нас. Потому что Христос искупил от нас, нас от проклятия. Он очень дорого заплатил за тебя и за меня. Слава Господу! Он заплатил очень дорого за это. И поэтому Господь хочет дать нам вечную жизнь. А стоит ли оставаться вот так в грехе, таком, долго и променять, и быть в вечности на поругании? Смотрите, что Господь назначил для избранных Его. И я, Иоанн, увидел в святой городе Иерусалим новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Друзья, вы только подумайте, что Господь приготовил? Тот любящий Бог, тот Бог, который хороший, Он приготовил для тебя и для меня. Когда мы очистились от греха, когда мы свободны от этого, дальше там написано, какой город будет. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Там основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Там перечисление камней, какие камни в этом. Друзья, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Слава Иисусу! Господь нас освободил от проклятия, чтобы то, что владела может быть прошлое, оно не преследовало нас. Чтобы она не преследовала нас, чтобы Господь благословил. Друзья, и грех, который совершен, например, там было написано, Израиль, он тебя найдет. Если он не преследует в теле, или он может найти в душе, или в совести, или в детях наших, или в вечности, а может и во всем вместе, да сохранит Господь и благословит на всех, чтобы, вот это слово, которое сегодня звучало, что посеет человек, кто и пожнет, и мы сели только доброе, вечное, и нас Господь благословит. Никому не придется увильнуть, как это уйти. Вот это было сказано, Матфея мы почитали, что будет царство небесно подобное неводу. И там достали, и там не человеки будут избирать, и здесь идут ангелы. И они не будут смотреть на лицо, какое наше лицо. Или то, что говорят, а по делам вашим, посему сегодня упорядочим. Если надо краснеть, как брат Виктора говорит, будем краснеть. Если надо каяться, будем каяться. Молить о прощении, будем это делать, чтобы грех наш не настиг нас. И для нас будет Бог хорош и справедлив. Слава Богу нашему! Склоняем колени и молимся. Аминь!